Здравствуйте! Этот урок я хочу посвятить одной небольшой проблеме, которая возникает на сегодняшний день при использовании DAS Studio и создании нестандартных аватаров для iClone. Есть много аватаров, которые сейчас гуляют в интернете, но я почти не видел или не видел совсем аватаров, которые одеты в длинные одежды. Вот на этом уроке мы научимся создавать длинную одежду, привязывать ее к аватару, не выходя из DAS Studio, не используя Max, не используя других каких-либо программ. Для более наглядного примера я выбрал вот такую модельку с самой длинной одеждой, которую я только смог найти. Вот они все элементы одежды, которые представляют собой отдельный характер со своими костями, со своими скелетами. Что мы делаем? Мы сейчас облегчим эту модель для последующего экспорта в 3D-эксченж. Вот мы видим, что модель весит 142 тысячи полигонов. Сделаем ее поменьше. Сделаем 20 процентов, в 5 раз меньше, но на 20 процентов вполне достаточно для того, чтобы она выглядела очень даже неплохо в iClone. Все. Попытаемся сейчас сделать, не делая никаких изменений, перегнать модель в 3D-эксченж и посмотрим, что получится у нас, когда мы используем стандартные одежды от DAS Studio. Так, готово. Откроем модель в 3D-эксченж и попытаемся проделать с ней какие-то анимации, придать ей анимацию, чтобы проверить, как наша одежда смотрится на модели. Конвертируем в нестандартный характер. Даем ей скелет, но я делаю обычно некоторые изменения в стандартном скелете от DAS. Так движение выглядит более естественно и более лучше. Кому понравится, тоже могут так проделать все же самые операции. Они практически все скелеты от DAS, они очень похожи. Вот, собственно, и все изменения. И еще для анимационных моделей, для анимашек, для мультяшных моделей, вот таких лучше, руки приподнять на 20 градусов. И левого и правого одинаково, чтобы потом они не входили в корпус модели. Так, и теперь посмотрим, как это будет работать. Применим анимацию. Вот, посмотрите, вверх работает прекрасно, хорошо. Низ. Вот, юбка, как бы, модель отдельно, юбка отдельно. Нога вылазит, выскакивает. Смотрим другую анимацию. Вот она, видите? Юбка не повторяет движений аватара. Это все из-за того, что я говорил, что в DAS каждая одежда, это отдельный характер, со своим набором костей. И привязывается не сам объект, то есть юбка или там рубашка, к костям аватара. А их кость, они привязываются к своим собственным костям. Вот, видите, какой ужас, когда здесь так не пойдет. Вот, а они привязываются к собственным костям, а кости повторяют движения костей аватара. Поэтому получается, что оно не работает. Так, вот эту проблемку мы сейчас постараемся исправить. Нам надо, прежде всего, избавиться от всех частей одежды. Мы сделаем, сконвертируем сейчас наша модель в Mesh Object, чтобы у нас был единый объект, и у нас, естественно, единый скелет получился потом. Сделаем ее в Wayfront Object, конвертацию. Вот, обязательно здесь Use Existing Groups. Вот этот, поставьте флажок, чтобы не ушло, чтобы он использовал все части одежды. Пишу динамику одежды и динамику тела модели. Так, готово. Теперь мы уберем всю одежду из нашей сцены здесь в The Studio. Но нам не нужна, нам нужен только сам характер, который мы будем дальше использовать. Точнее, его кости нужны, его скелет. Чтобы работать с весами и делать нормальный скининг моделей, мы делаем следующую операцию для того, чтобы были нормальные, корректно наложены веса, воздействие костей на части тела аватара. Вот, теперь наш аватарчик готов к работе. Подгоняем наш объект. Меш. Вот, обязательно здесь должен быть стоять флажок Das Studio. Импортируем. Вот наша одетая меша. Сейчас, следующая наша операция. Что мы будем делать? Сейчас мы будем делать, переносить кости от скелет, от нашего характера, на наш меш. Вот, откуда мы переносим, здесь откуда мы переносим наш скелет. Это наш характер, а это наш меш. Куда? Вот, обратите внимание, это сейчас, это характер, это меш. И делаем перенос костей на меш. Это немножко занимает время. Пока считается, но это же так же зависит от компьютера. Все. Посмотрите, мы имеем сейчас, у нас стали два характера. Здесь есть скелет, и там есть скелет. Вот, проверим, видите, на нашем бывшем меше есть скелет, есть все. Теперь мы можем удалить наш голый характер, без одежды. Оставим только имеющийся у нас. Проверим новый наш аватар, как он движется, как привязана одежда к костям. Смотрите, я вижу, не очень хорошо оно привязано. Юбка работает как-то уже очень все угловато. Такая привязка сделана нездорово. Поэтому будем ее немножко исправлять. Опять же, повторю, силами. DAS Studio, не переходя ни в какие Максы и другие программы, Майи, нам это будет просто не нужно. Далее, закрываем анимацию. И Теперь, вот видите, сектора, которые разбиты, влияние. Точнее, посмотрим, где у нас есть проблемы, чтобы нам исправлять проблемные места. Поработаем с весами. Принцип работы практически тот же, как в Максе. Будет, где у нас вот что-то торчит, что-то... Вот оно вот такое корялое. Это надо будет исправить, сделать более плавные переходы при работе с весами. Вот. Еще раз посмотрим. Все, достаточно. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы перейдем... Возьмем... Выберем кости, которые влияют на нашу одежду. В данном случае, это... Верхняя часть юбки. Вот. Стоим на отметочке. Рисование... Работа с весами. Рисование весов. Включаем Original Weights. General Weights. Вот. Мы видим красный объем. Все, что красное, это сейчас, на данный момент, это... Вот эта кость таза, так скажем, влияет на одежду. Видите, очень четкие грани есть между красным и синим. Эти четкие грани, они дают такие резкие изломы при движении модели. Мы от них будем пытаться избавляться. Каким образом? Будем делать это таким образом. Переходим в режим выделения полигона. И ставим режим выделения Polygon Selection Mode. Лассо Selection Mode. Как в Photoshop, Лассо. Выделим. Нужно нам... Вот он как раз... Сфера действия костей, она обозначена кубиком таким. Мы вот приблизительно такой же регион и выделим. На нашем объекте. Вот. Вот, видите, появились все вот эти полигончики. Мы выделили. И переходим сейчас на управление весами. Правой кнопкой. Кликаем по этому месту. Выбираем. Вот здесь все работы с полигонами. Выбираем. Здесь можно регулировать, сколько силу влияния кости. Мы поставим на 100%. Потом вы увидите, что это более-менее правильно. Вот. Для того, чтобы их размыть, как бы, мы увеличим. Нажимая Ctrl-Plus или Ctrl-Plus, увеличиваем выделенные полигоны. И применяем Smooth к ним. Тоже ставим здесь 100%. А здесь влияние в середине будет. Оно будет не ярко, как раз, значит, помещение сделано 50%. Это даст более плавный переход. Вот. Посмотрите. Сейчас мы уберем выделение. Выделенное. Снимем выделение. Видите, оно почти розовое. Розовое переходит в синее. Теперь перейдем к следующему. Переходим к костям ног. Проделываем ту же операцию. Абсолютно ту же операцию. Идем на место выделения. Видите, все. Резкое, рваное. Дает неправильный вид при движении аватара. Сделаем правильный. Выделим нужные нам полигоны. Точно так же выделяем правая кнопка. Делаем чуть поменьше, чтобы у нас было... Применим fail selected. Увеличим, чтобы место для размытия. И применим смос. С теми же параметрами готово. Снимаем выделение. Переходим к следующей кости. Это у нас будет нижняя часть юбки. Выделяем. Она обязательно... Это очень важно, потому что, как правило, всегда в этом месте она то ли ломается, то ли изгибается не так острыми углами. Поэтому он здесь должен быть исключительно мягкий переход. Расширяем. Выделенные полигоны. Для размытия. Размываем. Снимаем выделение. Так, проверим, что у нас получилось. Вот, посмотрите, уже при движении одежда смотрится более изгибы плавные. Хорошо, это мы сделали только одну сторону. У одежды, получается, более плавные, естественные изгибы при движении. Смотрится неплохо. А вторая часть по-прежнему у нас смотрится уродливо. Так. Теперь закончим с этой стороной. Раз мы уже сделаем скининг всей модели по-новой. Все нижние части модели так уточним сделаем. Уже заодно и ногу. Чтобы обувь тоже легла у нас было корректно. Field Selected Faces. Расширяем действия. Выделенные полигоны, увеличиваем количество. Делаем Smooth Selected Faces. Опс. Есть. В общем-то, Аналогично. Точно такую же операцию проделываем и с противоположной стороной. Вот. Будем считать, что мы ее проделали. Вот. И теперь посмотрим, как движется наша модель. Пока что в DAS Studio. Вот, посмотрите. Юбка привязана очень даже неплохо. Движется, естественно. Ничего не ломается, не выпирает. Юбка движется, как положено двигаться вместе с моделью. Вот. В общем-то и все. Теперь мы экспортируем модель 3D Exchange. Уже как FBX. FBX. Экспорт. Замечательно. Открываем нашу модель 3D Exchange. Естественно, я пропускаю некоторые стадии работы с текстурами, потому что она выдает и bump 100%, блеска 100% он выдает. Поэтому я предварительно все текстурки уже привел в порядок. И сейчас мы увидим, как наша модель будет работать. Многие скажут, что зачем это можно и в Максе сделать, и все то же самое. Но я считаю так, что мы говорим о нестандартных аватарах, а в Максе. Если мы будем работать в Максе, то зашел в Макс, то надо уже делать стандартный аватар. Если будешь делать стандартный аватар, то, во-первых, это больше времени занимает, и весь скиминг, риггинг модели. Здесь же, если все я делал все в реал-тайм, можно проверить, посмотреть, занимает не более 10 минут. Та же самая операция, которую надо делать в Максе значительно дольше. Так, мы теперь немножко изменяем скелет, кости скелета, как и было в начале я делал нашего урока. Все это делается, напоминаю, для того, чтобы модель, движение модели выглядели более корректно. Итак, активируем, включаем наш, придаем движение, посмотрите, вот видите, и вверх, и вниз теперь движется очень-очень естественно, очень красиво, какую бы мы ни поставили, теперь анимацию не задали ему, но идет, юбка привязана к телу очень даже корректно, очень даже прекрасно. теперь посмотрим, как мы приседаем, приседаем исключительно, она никуда не падает, никуда не выскакивает, а изгибается вместе с телом модели. Единственное, что я забыл здесь сделать, это подправить наши руки на 20 градусов при поднятии одну и вторую, и, в общем-то, наш аватар будет готов к работе, будем, можем экспортировать его в iClone и применять в наших анимациях, в наших съемках. проверим его ходьбу. Вот таким образом можно делать теперь длиннополые одежды из до студии, их очень много, очень много красивых моделей, теперь можно не опускать целый сектор моделей, которые не были охвачены через 3D-эксченж. Спасибо всем за внимание, до новых встреч!